В 1984 году в Японии стали происходить непонятные события. Две известные во всем мире фирмы были запуганы мистической преступной организацией. ОПГ-шантажистов, величавшая себя 21-ликий монстр, которая держала в состоянии ужаса две крупнейшие корпорации Японии. Не получила за свой шантаж абсолютно никаких денег, а сама деятельность монстра прекратилась так же неожиданно, как и началась. Первой жертвой таинственной преступной организации стала крупнейшая в Японии кондитерская корпорация Эдзаки Глико. Выпускающая карамельные конфеты, очень популярные и в Европе под названием Микадо. А началось все 18 марта 1984 года, когда прямо из своего дома, практически из ванной комнаты, был похищен президент Эдзаки Глико Кацухиса Эдзаки. В свое время корпорация совершила великолепную промо-акцию, именно благодаря которой и смогла прославиться. Конфету, которую они выпустили, назвали «Бегущий 300 метров человек». Около девяти вечера двое преступников в масках ворвались в дом президента, связали всех там находившихся, жену, мать и детей, а самого Кацухису практически голым вытащили из ванной и запихнули в автомобиль. Столицу мгновенно облетело известие о похищении столь влиятельного человека. Со времен Второй мировой войны Япония не знала, что такое киднеппинг, и взорвалась общественным негодованием от столь гнусного поступка преступников. Уже в 22.30 к дому похищенного богача съехалось около 100 журналистов разных телекомпаний и газет. Через сутки похитители позвонили директору одного из филиалов корпорации и сообщили, где можно найти записку с требованиями. Так полиция узнала, что преступники запросили за президента 1 миллиард йен и 100 слитков золота. К слову, это были совершенно невыполнимые условия. Корпорация Эдзаги Глико на тот момент была самой процветающей в Японии, но вся ее рыночная стоимость не превышала 300 миллионов йен, а преступники просили миллиард. Что же касается 100 слитков золота, то по международным стандартам веса одного слитка таинственные похитители требовали от 1 тонны до 1300 килограммов золота сразу. Так что и это требование исполнить было практически невозможно. Но как станет понятно далее, шантажисты и не ставили своей главной целью обогатиться за счет выкупа. Скорее всего они издевались и над корпорацией, и над японской полицией. В конце концов, Кацухи Сайдзаки сам совершил дерзкий побег, сумев перетереть веревки, которыми был связан. Его обнаружили 21 марта в префектуре Осака, бредущем вдоль полотна железной дороги. На нем были лишь штаны и обрывки веревок на руках и ногах. К тому же мужчина был изможден и сильно избит. Когда президент пришел в себя, он смог дать довольно расплывчатые описания похитителей. Но впоследствии его показания так и не пригодились полиции в ходе следствия. Ко всему прочему, через час допроса к Эдзаке в полицию прибыл один из его заместителей и настоятельно попросил стражей порядка позволить ему переговорить со своим шефом с глазу на глаз. После их разговора Эдзаки наотрез отказался давать дальнейшие показания. Полиция ощущала, что потерпевший что-то не договаривает. К тому же некоторые его описания событий и местоположение предметов не совпадали с тем, что нашла полиция на месте его удержания. Спустя время полиция нашла склад, на котором удерживали Эдзаки, но не нашла ни единой улики, указывающей на преступников. Следующий удар по сладкой империи преступники нанесли 2 апреля. Только оправившийся от ужаса Эдзаки вдруг получил конверт с магнитофонной кассетой, в которой содержалось требование 60 миллионов йен. В противном случае террористы обещали отравить выпускаемые корпорации конфеты соляной кислотой. Дать свой ответ корпорация должна была через газету, напечатав там определенные объявления. Полиция решила не реагировать и 10 апреля погремели два взрыва. Один в центральном офисе корпорации в Осаке, а другой в одном из региональных офисов, где был подожжен и взорвался автомобиль. Примерами видеонаблюдения, но это полиции ничего не дало. Но самый страшный удар от 21-ликого монстра корпорация испытала 10 мая 1984 года. Президент опять получил письмо, в котором шантажисты сообщали, что скупили часть конфет, а теперь начинят их цианидом и снова разложат на полках супермаркетов. Именно в этой записи преступники впервые использовали имя 21-ликий монстр. Так звали одного из злодеев в детективных романах писателя Эдагавы Рампо. Угроза была слишком серьезной, чтобы игнорировать ее. Тут пахло уже массовым террором, и Эдзаки Гелико стала изымать свою продукцию с полок магазинов. В результате по всей Японии вспыхнула настоящая паника. Жители островов наотрез отказывались покупать столь любимые ими конфеты, а корпорация, потеряв 21 миллион долларов и приостановив свою работу, оказалась на грани банкротства. 450 сотрудников остались без работы. Нужно отметить, что после требования 60 миллионов йен, которые шантажисты так и не получили, никаких финансовых претензий корпорации они больше не выдвигали. Зато забрасывали и промышленников, и полицию издевательскими письмами. В одном из них похитители насмехаются на тем, что полиция всеми силами старалась не допустить утечки в прессу фактов своей беспомощности в поимке шантажистов. «Дорогая немая полиция, вы правильно делаете, что молчите и не выдаете ложь», – писали преступники. В Японии всем хорошо известно, что любое преступление начинается со лжи. Такими же обвинениями были наполнены и другие послания. Кошмар совершенно неожиданно закончился 26 июня 1984 года, когда Эдзаки получил очередное письмо. Дрожащими руками, не ожидая ничего хорошего, он вскрыл конверт, но там было лишь короткое сообщение о том, что таинственные шантажисты прощают Эдзаки Глико. И действительно, с того момента все ужасы для производителей конфет закончились, но начались для другого гиганта пищевой промышленности Японии. К тому времени 21-ликий монстр был хорошо известен всей стране восходящего солнца. И когда 28 июня Фудзита Масамитсу, президент другого промышленного гиганта корпорации Марудай, специализирующийся на производстве рыбных продуктов, получил письмо с требованием заплатить 50 миллионов йен, он уже не посчитал это глупой шуткой. Особенно его испугало обещание вымогателей заставить корпорацию испытать то же, что и Глико. Японская полиция, уже имеющая горький опыт многочисленных безуспешных попыток поймать монстра, тоже никаких иллюзий не питала и к операции подготовилась основательно. Но снова все безуспешно. Вымогатели выдвинули несколько условий передачи денег. Во-первых, это должен был сделать сам владелец корпорации. Во-вторых, передача осуществлялась очень оригинальным способом. Президент должен был сесть в определенную электричку на место, указанное преступниками. К инструкции был приложен железнодорожный билет. И выкинуть сумку с деньгами в окно, когда увидит вывешенный над одном из зданий по пути следования белый флаг. Понятно, что в эту электричку, кроме главы Марудай, сел целый отряд сотрудников полиции, но операция снова не удалась. Был очень туманный день. За окном поезда ничего не было видно на расстоянии двух метров. Если флаг и был вывешен, его просто не заметили. Зато переодетые в штатские агенты заметили человека, который находился в одном вагоне с президентом и явно наблюдал и за ним, и за полицейскими. Потом его охарактеризовали как человека с лисьим лицом. За продолговатые глаза и вытянутое лицо, действительно похожее на лисью морду. Лис в светлом модном костюме и очках и миллионах доехал с президентом до конечной станции, убедился, что тот взял билет в обратную сторону и прекратил преследование. Он вышел на людную улицу и профессионально ушел от сыщиков, которые следили за ним. А с ним ушла и единственная надежда узнать хоть что-нибудь о 21-ликом монстре. Почему его не арестовали еще в вагоне, непонятно. 6 июля вымогатели опять вышли на Фудзиту Масамицу и назначили очередную встречу для передачи денег. Президент послушно пришел с деньгами в названный преступниками ресторан, но там получил лишь еще один звонок на телефон. Записанный на пленку голос то ли женщины, то ли ребенка называл другое место. Прибыв туда, полиция нашла в названном месте лишь пустую консервную банку, накрытую салфеткой. То есть преступникам снова не нужны были деньги, они откровенно издевались с нацищиками. Интересно, что один из агентов заметил в машине рядом с местной передачей того самого человека с лисьим лицом. Вся полиция бросилась за ним, но тот, проявив хорошую спортивную подготовку, снова убежал от стражей порядка. Такого позора ответственный за поимку преступников полицейский офицер Ямамото вынести не смог. Он совершил самосожжение. Через несколько дней таинственный 21-ликий монстр в последний раз напомнил о себе. В газете было опубликовано письмо преступников, в котором они объявили о прощении корпорации Морудай. Жестко высмеивали всю полицию и ее начальника, наложившего на себя руки от позора. Смысл этого письма сводился к тому, что его авторы плохие ребята и им от этого весело. Также сообщалось, что им есть чем заняться, кроме травли компаний. После этого послания о 21-ликом монстре никто ничего никогда не слышал. Большое спасибо за просмотр. Если тебе понравилось видео, то жми палец вверх и не забудь посмотреть наши другие ролики. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!